Здравствуйте, меня зовут Антон и я администратор 3ginfo.ru У меня на столе лежит новый смартфон от Tele2, Tele2 Maxi Plus На самом деле его уже ни разу не бюджетным, считаю, стоит он немало Но это не отменяет того, что у него первый слот заблокирован под оператором Tele2 И давайте исправим эту проблему То есть сейчас я вставил сим-карту Beeline и мы видим, что телефон просит код разблокировки И вам перед началом тоже стоит проверить, а не убиты ли у вас попытки Как вы видите, у меня их осталось 5 Окей, код просит, все отлично, давайте теперь перейдем на страничку с товаром Ссылка на эту страничку находится в описании к данному видео То есть обычно это внизу И перейдя на страничку с товаром, мы видим, что здесь есть описание товара Есть текстовая инструкция по разблокировке, ну и расписана кучка моментов Если какой-то из моментов вам непонятен, то ничего страшного в этом нет Достаточно задать свой вопрос вот через эту кнопочку Называется она «Задать вопрос» А если вам все понятно, то вам нужно выбрать способ оплаты в этом меню Из большинства предложенных Согласиться с правилами покупки товаров И нажать на кнопочку «Купить сейчас» Далее нам нужно ввести адрес электронной почты У меня он уже введен при помощи автозаполнения И нажать на кнопочку «Продолжить» Далее, в зависимости от выбранного способа оплаты Эту оплату необходимо будет произвести Если вы, например, оплачиваете при помощи мобильного телефона То, скорее всего, вам потребуется подтверждающая смс А если вы оплачиваете, например, при помощи банковской карты То там, вероятно, вас переадресуют на страничку с банком Где также операцию необходимо будет подтвердить В общем, там нет обычно никаких сложностей И главное — следовать инструкциям И обычно у каждого продавца есть кнопка «Вернуться к продавцу» Нажав на которую мы попадаем на форму Если по какой-то причине эта форма у вас не появилась Или вам пришлось сменить устройство Или вам там спустя какое-то время захотелось посмотреть ваш товар То ничего страшного Сейчас я проверяю ящик электронной почты Адрес которого был указан на старте И там есть ссылка И мы попадаем на ту же самую форму Где мы дублируем адрес электронной почты И далее нам нужно написать e-mail e-mail можно взять в нескольких местах Первый вариант — это на коробке от телефона Но очень часто бывает, что коробки от телефона путают И там написан другой e-mail Также есть вариант на наклейки под аккумулятором И самый надежный способ — это по команде В стандартной звонилке Звездочка решетка 06 решетка Даже не нужно клавишу вызова нажимать И так все высветится Вот мы переписали e-mail И далее нам необходимо только нажать на кнопочку «Отправить» И сразу моментально мы получаем код разблокировки То есть это можно сделать в любое время суток Не надо нам ждать никакого ответа оператора или чего-то еще Сразу оплатили и моментально получили код Так как на каждом телефоне e-mail уникален Код разблокировки, естественно, уникален тоже Поэтому не стоит тратить попытки И пробовать вводить код разблокировки Который вы видите сейчас на экране И теперь просто берем и переписываем его в телефон Как вы видите, никакого сообщения об ошибке у нас не появилось И телефон зарегистрировался в сети Beeline Вот, вы видите непосредственно название сети Его даже можно чуть-чуть увеличить Далее давайте проверим работу USSD-сервиса Например, проверим баланс на Beeline Как вы видите, баланс успешно проверен Также давайте теперь совершим голосовой вызов Антон, добрый вечер Как вы видите, голосовой вызов успешно установился Ну и также можно просто-напросто отключиться от Wi-Fi И проверить работоспособность интернет-соединения Как вы видите, IP-адрес у нас получен из-под сети Beeline И провайдер у нас светится также Beeline Как вы видите, телефон у нас вполне работоспособен И, в общем-то, вот такой простой процесс После разблокировки мы будем очень признательны Если вы оставите положительный отзыв о товаре Это можно сделать под выданным товаром, вот здесь Если у вас после разблокировки остались какие-то вопросы То их всегда можно задать на вкладке «Переписка» И получить ответ И хочу сказать вам один момент Что после перезагрузки телефона Код разблокировки запрашивается заново Поэтому вам стоит его записать И, например, положить между крышкой и аккумулятором Ну, впоследствии он выучивается Это особенность прошивки Бывает такое, что производитель ее исправляет Спустя какое-то время Код тот же самый, поэтому никаких проблем Ну, а теперь точно все С вами был Антон, один из администраторов 3ginfo.ru Совместно с порталом unlocklab.ru В будущем на этом канале выйдет обзор на данный телефон И, возможно, другие видеоролики Ну, а сейчас до скорых встреч Если интересно, то это отличный повод подписаться на канал